Викторий Михайлович, здравствуйте! С нового компания «Сочин и здоровье» у вас в гостях. Здравствуйте! Викторий Михайлович, недавно в продажу нашей компании поступила ваша новая разработка вакуумный нейтрализатор аномальных зон в нас 7М. Расскажите, пожалуйста, в чем ее плюс, в чем ее отличие от ее предшественников? Речь пойдет о нормализации пространства и времени. Так, пожалуй, никогда не ставился вопрос о здоровье. Но уже последние 50-100 лет эти вопросы возникали периодически, потому что апериодически, то есть с нарушением периодизма, то есть гармонии определенной, которая господствует в пространстве, наблюдались изменения как во времени, так и в структуре. Речь пойдет о пространстве и времени. То есть структура пространства и структура времени. Это весьма такие спорные, дискуссионные вопросы, но они необходимы при рассмотрении теории. И это нам удалось рассмотреть с разных точек зрения. В результате возникла концепция так называемого антиэнтропийного пространства и времени. Объяснять это очень долго, но суть одна, что время тоже может иметь очень тонкую структуру и может нарушаться хаос. Хаос, вы представляете, что это хаос? Когда толпа бегает по площади, в разные направления люди бегают. И когда идут с троем, это вот разные состояния. Но это так, поверхностно, очевидно. А на самом деле антиэнтропия – это очень глубокое проникновение в глубины тонкой структуры материи. И времени в том числе. Материя как бы создает пространство и думает, что время где-то в стороне стояло. На самом деле время тоже находится внутри материи. И его преобразует. На этом основано создание вот этих маленьких пирамид, похожих на египетские пирамиды, похожих на пирамиды племени Майя в Латинской Америке, когда туда при Ялопе. Испанцы приехали и потом все нарушили, всю эту культуру. Но речь-то идет о том, что они как раз берегли пространство, пытались беречь. Хотя забывали, видимо, целые блоки тех знаний, которые были у них еще. Когда-то там сотни, тысячи лет тому назад. Это может быть и отнести. Можно и к Египту дали у него. Но разные тут есть мнения в этом полу. В историю вдаваться не будем. Но во всяком случае мы с помощью современных биотезических, технологических методов начали изучать этот процесс. Речь-то идет о спиновой структуре, речь-то идет о той же тонкой структуре, связанной так называемой с когерентами взаимодействиями, как фотонов внутри них, которые возникают в недрах вот этой пирамидальной материи такой, так и в тонких очень структурах, которые и под микроскопом не видно. То есть необходимы, так сказать, особо или видны анализы, типа рентгеновского, там электронная микроскопия, высокоразрешение и так далее. То есть о чем это говорит? Что мы столкнулись с таким процессом, как однородность с одной стороны, изотопность, покой, честная и так далее. Но медленность процессов, это такая, так сказать, успокоенная среда. И вторая, это анизотропия. То есть какие-то вспышки возникают. Это и на Солнце мы наблюдаем, и в Земле наблюдаем. Когда, так сказать, смотрим за состоянием Земли перед землетрясением, это предвестники землетрясения, сейсмически активные, так сказать, зоны. Отсюда родилось что? Аномалии. Отсюда родилось еще что? Родилось понятие вакуумный нейтрализатор аномальных зон. Почему? Почему вакуум? Еще там слово появилось. Потому что без вакуума трудно. Тонкие, так сказать, процессы изменений, как турбулентности, как изотропности, так и анизотропности, то есть неоднородности свойств в разных точках пространства, определить, вот в этом суть. Так и вот родилась технология изготовления вот этих пирамидальных комплексов. Они бывают четырехгранные, трехгранные, пятигранные. Многие там охотятся за пятьюгранными, там за семьюгранными. Но это неверно, потому что дело не в гранях, дело в той, в внутренней структуре, которую необходимо иметь с тем, чтобы получить ту спину устойчивую, анизотропную, антиэндропильную структуру, которая способна, так сказать, удерживать пространство в состоянии покоя и гармонии. Вот этой кокогерендности, то есть соответствия всех фазовых характеристик, ну не всех, конечно, но почти всех, а соответствия различных, так сказать, асимметрических пространственных, локальных, так сказать, участков, которые есть в каждом участке пространства, в том числе во всей Вселенной, в том числе ведется, и в видимой галактике, и так далее. Ну мы-то живем на Земле, не большая планета фактически, но там тоже очень много всяких аномалий, вот поэтому мы ее называем аномалий. Ненормальное состояние, то есть когда нарушается кокогерентность, когда нарушаются фазовые характеристики, когда резко падает антиэндропильный потенциал, и так далее. То есть турбулентность, это тоже очень опасное явление, это часто возникает, и мы это на своем здоровье чувствуем. Десятки тысяч людей чувствуют, как, так сказать, у них меняется здоровье, как меняется давление, как возникают головные боли, как возникают разные галлюцинации, как возникают разные сновидения и так далее. Психика меняется, отношение человек к человеку меняется, группы людей, то есть агрессивность может появляться, всегда будет депрессия, равнодушие и так далее. Вот все это как раз тоже инструмент для того, чтобы бороться со всеми этими, так сказать, негативными явлениями той среды экологической, биотизической, которая на нас действует в среде. В том числе это геофизическая среда, биофизическая среда, астрофизическая среда и так далее. То есть мы столкнулись тут со многими, так сказать, явлениями, которые требуют защиты, и в качестве инструмента защиты вот используется пирамида. Как бы внешне она немножко похожа на египетскую пирамиду, или на пирамиду, так сказать, племен майя, но на самом деле это внешнее, так сказать, появление. Да, структура, архитектура, то есть врачи, что структура играет определенную роль, потому что кругом мы тоже имеем всякие. Это электромагнитные, гавитационные и так далее, так как мы раньше вообще сомневались, что гавитационные волны существуют, сейчас мы уже не сомневаемся, и в России открыто было. Уже доказано и проверено, да? Открыли 5 лет тому назад, тебя американцы подтвердили, и армичане, вот это все. Недавно как раз Путин, президент России, награждал физиков за эти достижения. Это гавитационные волны, пожалуй, но они имеют структуру. Об этом физике еще не сказали, но о биофизике-то знают немножко, что гавитация тоже структурно-организованное поле, которое надо изучать с помощью так называемых индикационных структурных методов. Это очень сложный метод. В том числе и изучать время в таких структурах. А время, вот это, одна из таких сложнейших, имманентных, как называл Кант, имманентных, то есть непонятных, неопределённых, состояний, которые существуют в нашем мироздании, в котором мы сами живем. И вот время у человека, это тоже загадочное явление. Значит, первая книга Бергсона была «Биологическое время», в 14-м году ещё издана, он впервые сказал, «Господа, всё-таки время человека, живого человека, животного, растения резко отличается от времени, и стало, от времени каких-нибудь других субстратов, воздуха, атмосферы, Вселенной и так далее. И мы должны на это обратить внимание». Но тогда особо не обратили внимания, даже Эйнштейн не смог оценить значение этой книги, потому что, насколько это было мало понятно современным гаофизикам, гаофизика-то только зарождалась, только первые её признаки появлялись. И в результате мы вот сейчас вышли на вот этот рубеж, когда будет создаваться новая пирамида для структуризации времени. Что она может принести? Ну, прежде всего, долголетия. То есть человек будет активно жить до самого конца. Какой конец, я не знаю. Когда он закончится, да? Некоторые говорят, до 300 лет может примерно жить человек. Ресурс у него такой, но это некоторые говорят. А другие учёные говорят, что верятные ресурсы до 400-500 лет, вот потому что ресурсы есть, особенно в области гермы. То есть той воспроизводительной части, которая есть в плазме человека. То есть это очень такая энергоёмкая структура плазменная, в которой время тоже приобретает какое-то состояние запрессованности, то есть резко сгущается время. О чём это говорит? что она как бы замедляет, вы поняли? Замедление происходит. А это замедление как раз это покой, это умение со всех сторон во время обозревать те или иные явления. То, что мы называем мудростью у человека, мудрость. Но мудрость она такое понятие чисто гуманитарное, философское. А с точки зрения биосистические мудрость это как раз умение манипулировать, понимать, ощущать, вернее, не понимать, ощущать временные потоки и структуру. И вот здесь, когда будет создана эта пирамида, а мы уже кое-что тут имеем, ну, до продаж ещё далековато, но они вероятно будут. Вот и здесь замешаны многие деревья, которые мы тоже сейчас добываем. А то, что древесиной как раз есть аккумулятор такого времени, которая даёт возможность сам создавать такие пирамиды. Здесь эти пирамиды созданы в основном на биоэлектритном эффекте, то есть на эффекте памяти электрических зарядов, которые могут доставаться несколько иногда десятков дней эта память. То есть я наложу электрическую допустим поля и на пирамиде это остаётся где-то 5-10 дней, иногда 20 дней остаётся поляризаться. И эта пирамида тоже может доработать уже как анизотопная структура и гасить так и тумбулентное явление, создавать какой-то особый вид пространства антиэнтерапии, в котором человек чувствует себя комфортно, человек насыщается различной формой свободной энергии, он начинает быть очень активным, очень таким гармоничным, а это не просто агрессивно, агрессия тоже высокая, правильно? Агрессия это со смесью хаоса всегда. То есть всё время идут хаотические выбросы, кажется, вулкан извергается, и вы видите, что там где-бум, вспышки идут, недавно в Индонезии только что-то, три дня назад вулкан взрывался, там население в панике настолько это было страшно, особенно ночью, когда эти вспышки выскакивали неожиданно, а до этого изрывалось всё это сверху, так медленно, величаво и так далее. Вот вам примеры тоже, когда я в этом плане как раз мы ведём эти работы. Так что я считаю, это вот первый шаг это какая-то древность, это применение пирамид для стабилизации в обществе, это было уже известно, видимо, давно, это как психику можно стабилизировать, нормализовать, улучшить её работу, люди немножко знали это, поэтому и создавали пирамиды, определенное количество антиференций, энтропильной отстаточной плазменной структуры, и она может аккумулировать теми или иными структурами, из которых состоит пирамида, особенно живыми структурами, или близкими по своему качеству. Таким образом строится такая особая сфера, сфера стабильности, сфера гармонии. И в данном случае мы это дело синтезировали, обобщили и создали такие маленькие пирамиды, которые очень эффективны для самых разных аспектов, как психического здоровья, как мы называем, а лучше я бы назвал психического состояния, плазменного психического состояния, потому что человека зависит очень сильно от психики. Не самая одна индивидуальная психика, а совокупность этих психических форм, психических структур, иногда которые могут составлять сотни километров, представляете? Сотни километров. к примеру, китайская стена была 3000 километров и несомненно, что психическое поле такое, плазменное, оно было по обе стороны китайской стены, когда ее строили десятки тысяч китайских рабочих, которые пригонялись специально для спасти страну от кочевников. 3000 километров, это как от Алматы до Москвы, представляете? Это все было построено, людьми без всяких экскаваторов, без всяких тикачей, без всего. О чем это говорит? Что психоидная энергия, психоидная плазма, особенно структура ее, они очень креативны, то есть созидательны и могут создавать вот такие сооружения, которые в общем-то сейчас чешут затылки многие руководители государства, как сделать ту иную стену, вспомним хотя бы попытку построить стену между США и Мексикой. Не так просто, потому что там 2000 километров в хетрох, но китайский опыт очень трудно воспроизвести мы потеряли очень многие ключи к психоидной структуре. Как ее начать строить и как ее закреплять этими ключами, замыкать и так далее. Это осталось загадкой. Мы ее потеряли. И сейчас мы вышли на эти, так сказать, убежи, и надеюсь, что мы тоже сумеем. Мы очень много сделать в этом направлении. И здесь будет тоже целый опыт психо, плазменной структуры, архитектуры, которая будет использована в городах различных, я хочу сказать, огромных сообществах, в тюрьмах, в разных домах, системах, где много людей, где надо их структурировать, гармонизировать и использовать потом на благо общества. Это тоже необходимо. Это становится необходимостью. Я надеюсь, это тоже поймут многие, кто занимается проблемой заключенных. Вот сейчас идут предложения Путину по прямой линии, как раз мы дали предложение по поводу смертной казни, по поводу как психоидные состояния надо регулировать, в том числе в тюрьмах, в лагерях и так далее. Сейчас же в России, допустим, до 50 тысяч всяких убийств сидит с пожизненным заключением. Кому это нужно, я не понимаю. Вот я как гуманный человек, мне трудно сказать, а для чего они сидят там вообще? ничего не делают. Вот здесь кормят налогоплачевщики, каждый проубивал по 3-4-5 человек. Абсолютно доказано, что они убийцы. Ну, бывает же случайное убийство, ладно, там пожизненное или пол, там пожизненное или чай, пожизненное. А здесь-то мы имеем дело с убийцами. Их порядка около 50 тысяч, а если цифры и больше называть, так же в Америке такая ситуация. Там, правда, электрический стул иногда работает, но у них тут тоже все под угрозой, что не надо. А на самом деле что происходит? На самом деле происходит распространение вот этого, так сказать, эффекта, аномалии, который создает психика и который создает убийца. То есть они сидят в тюрьме до сотни, двести километров и выше до тысячи километров может это влияние. распространяться на других. И вот вот это то, что может нейтрализовать это все. Нейтрализовать, создать защиту. Об этом мы и говорим, кому говорим, главе государства России, говорим, давайте объединяться, потому что мы в союзе с Россией, мы в союзе с другими государствами, пять государств знаменитых, Китай там и другие, Индия сейчас нам подходит тогда, и в результате мы должны цивилизации принести вот это, сказать, что надо идти другим путем. Гуманизм должен быть не показной вот такой, что запретили себе одну казнь, но создали дополнительно, в пять раз больше убийц, потенциальных. Ну как бы, зараза такая, я бы назвал зараза, это не зараза, это особое состояние, которое как раз может блокироваться вот такими маленькими, но эффективными способами регуляции структуры пространства и времени. То, что мы называем в нас 7M. Вот я думаю, что это вот первые шаги большие, но которые должны заинтересовать как и быт, то есть население, которое живет в домах, которое подвержено агрессии, депрессии и так далее, воспитывает детей, так и государственная структура, потому что она работает с массами и тоже она сталкивается с этими проблемами. Поэтому считаю, что то, что компания начала вот такую большую работу по расширению аспектов применения в этом плане, это очень полезная работа и она даст позитивные результаты в будущем. Виктор Михайлович, вопрос первый такой. Скажите, пожалуйста, почему именно использовалась четырехгранная структура для производства этих пирамид, хотя были пятигранные пирамиды, вообще существуют разногранные пирамиды, почему именно четырехгранная была выбрана версия? Ну, вот, можно ответить. Есть тестовые биологические приборы, которые показывают насколько сильны, как сильно гасит фруктуации, о которой мы только что говорили, пространство и времени, и вот оказалось, что четырех и пятигранные, они наиболее оптимальны, гасят при наличии, при отсутствии внешних и внутренних факторов, которые могут усиливать их действия, потому что у нас в этих пирамидах находятся так называемые кофакторы, то есть факторы-спутники, о них я не могу говорить, потому что это ноу-хау, это понятно, но это относится к очень редким металлам, очень редким, надо сказать, всяким полурадиоактивным веществам, которые есть во многих породах, в том числе у нас в Казахстане, поэтому вот эти вещества как раз способны при очень низких концентрациях, очень низких, давать очень высокие эффекты вот именно на четырех и пятигранных плоскостях, а почему больше нельзя, потому что интерференция, то есть это взаимодействие, происходит концентрационный эффект, как он определяется? Ну, определяется, допустим, по, если раствор, мы с Владом очень много занимаемся, и раствор светится в темноте за счет хемалюминесценции, то есть самосвечение, идет регламентационный процесс, и там свечение, и вот мы увеличиваем какое-нибудь там вещество, какой-нибудь там этот компонент, ту же самую гидроплазму, и тогда больше пытаемся туда засунуть, нам хочется, чтобы была высокая супер концентрация, супер концентрация, и что мы получаем? Сначала мы действительно получаем увеличение интенсивности свечения, как тест свечения, потомное, доходит до определенной концентрации, раз, падает в 10-15 раз, представляете? И все, то есть мы имеем уже сет, ну, где-то 5-10 процентов от того, которое было в самом начале. Передозировка, так сказать? Это передозировка, как говорится, передозировка не в смысле, что она опасна для живого, живой вообще не будет чувствовать передозировку, то есть наоборот, будет меньше реагировать на все эти факты, которые... Эффективность просто снижается, получается, да? Эффективность падает десятки раз, то есть нет смысла дальше повышать. Вот поэтому мы останавливаемся вот. Вот поэтому на 4-гранной версии использована, да, получается? 4-5. Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, какой радиус действия у пирамиды версии в нас 7? Зона 100% нейтрализации. В районе 6-7 метров. Следующий вопрос. Виктор Михайлович, как ее применять в повседневном жизни? Вот у нас спрашивают, нередко потенциальные так сказать и клиенты наши. Как ее применять, как ее использовать, какие вы можете дать рекомендации? используются в спальной комнате, где вы чаще всего проводите самое большое время. То есть это с временем тоже связано, структурой. Где вы проводите всего больше в пространстве? В каком? В спальной комнате. В офисе, например? При работе с компьютером там тоже некоторые увлекаются очень долго сидят. Вот там ставятся обычно вот такие один-две штуки лучше ставить, даже встречные лучше. Волны идут, они дают более надежное, стабильное такое, как бы это называется, гиперкагентные эффекты, то есть такие большие волны, которые еще сильнее защищают нас от всяких фруктуаций неожиданных, которые могут быть в пространке нашем, где мы живем. Вот я думаю, вся суть. Ясно, Виктори Михайлович, можно ли прикладывать данную пирамидку к участкам тела? И такой вопрос часто еще звучит, как долго ее можно, на какое время прикладывать к участкам тела? На какое время? Ну, эти вопросы не совсем изучены, поэтому, и, зависит и от индивидуальности человека. Нет одинаковых людей. Стандартов нету, Все думают, что надо стандарт сделать. Об этом мечтал фюрер тоже. Все хотел стандартных офицеров делать, стандартных солдатов и вообще стандартную нацию германскую. ничего не получилось. Это нелепая задача, невыполнимая. Особенность человека и живых вообще существ, очень хорошо выразил Кобозев под МГУ физической химии Каффина спец под термодинамию. правильно сказал, алгоритма воспроизведения для живого человека и других живых существ не существует. Вы поняли? Да. Какие бы вы компьютеры ни строили, хоть космические строите, вы никогда не воспроизведете человека. Так, такой он есть. Каждый человек имеет свои особенности. Там можно одним восхищаться, другим возмущаться, третьим. Но у него есть внутренняя такая структура, которая не воспроизводится вообще ничем. Какие бы программы мы не применили, антиэнтропийная программа имеется ввиду компьютера. Это антиэнтропийная какая-то сказать сеть, которая имеет источник неопределенность, а неопределенность это бесконечность в нашей Вселенной и в нашей галактиках и так далее, и так далее. И в этой бесконечности безусловно есть столько вариантов тоже бесконечных, что мы никогда не сможем найти алгоритм. Вот это наше объяснение вот это явление. Действительно так. Поэтому говорить о том, что одним можно прикладывать, другим нельзя, я не могу. каким-то определенным участком можно это делать? Я могу сказать только одно, что в любом случае вреда от этого не будет. В одном случае, если есть какое-то гипо-состояние энергетическое, то есть недостаток энергетического, то пирамида может сыграть роль, так сказать, очень хорошую в смысле накопления других форм плазменной энергии, плазмы вообще. то есть человек будет более бодром чувствовать, активным и так далее. В других случаях надо искать другие варианты, то есть речь идет о чакрах, то есть тех частях плазменного тела человека, которые мы знаем, это по позвоночнику, это сердечная чакра, вот этот третий глаз, это всякие, так сказать, чакры на черепе и прочее. Они дают возможность человеку успокоить от сильного волнения, от агрессивных состояний, от всяких прочих напастей психических, которые человек сталкивается в психическом океане всех этих взаимодействий, в обществе, вновь, всяких неприятностей бывает всегда. И вот это все как раз будет играть на эту роль. Вы имеете ввиду, что к этим участкам, зонам чакра можно прикладывать пирамиды? Да, вреда не будет, но надо сначала поискать, какой вариант для кого лучше всего. Индивидуально подобрать? Это индивидуально, потому что нет алгоритмов воспроизведения.